друзья приветствую вас на моем канале приятного просмотра 8 октября сегодня снежно практически весь день идет такой вот небольшой снежок не хлопьями но мелкий но тем не менее тем не менее это снег и сегодня такой прям ветерок не очень приятный но все равно на улице прикольно хорошая погода мне нравится тут у нас первый дом норильска деревянная изба дом музей здесь проводится экскурсия по этому дому это я с обратной стороны снимаю попутно вагдана хмельницкого 17 слева хотела здесь пройти а не получится ремонт идет ладно придется обойти сквер отвела мирончиков музыкалку сегодня у него два урока уже самостоятельно раздевается за все-таки привык к самостоятельности школе он уже раздевается сам родителям заходить в школу нельзя с октября поэтому довожу его до двери и он самостоятельно идет в раздевалку раздевается и идет в свой класс здесь у нас стоит памятник николаю николаевичу урванцеву будем почитаем поближе исследователю ученому геологу с чьим именем связано рождение и развитие норильска вот такой мужчина интеллигентной внешности в очечах такой у нас памятник в общем раздевается уже самостоятельно в школе но соответственно в музыкалке тоже завожу его на первый этаж помогаю раздеться и уже на четвертый этаж свой класс он поднимается сам но я тем временем так как у него сегодня два урока я успею прогуляться пойду схожу в литуаль зайду в кофейню уделю во время себе любимой попью вкусного кофе так 1737 показывает табло минус 4 градуса но ручки подмерзают я держу телефон и рука у меня уже замерзла потому что ветерок если бы ветра не было то-то было бы достаточно тепло зайду в таймур торговый комплекс такой небольшой здесь магазин литуаль пройду по магазинам и так же здесь есть кофейни а а также как и и и До свидания, спасибо! Ну вот, уже темнеет сумерки, время полседьмого вечера, и уже в Норильске сумерки. А я возвращаюсь все тем же путем через музейный сквер мимо Николая Урванцева, точнее, мимо его памятника. Ой, друзья, как же все-таки я ценю то время, которое можно провести наедине с собой, в уютном, красивом месте посидеть, помедитировать, о чем-нибудь о своем подумать. О, прохожу как раз мимо музея, мимо первого дома Норильского. Ну-ка, давайте-ка спустимся поближе. Здесь часто проходят фотосессии, смотришь фотографии местных норильских фотографов. Очень много кто фотографирует вот на этой локации, используя деревянный дом. Дом, в котором... Так, давайте прочитаем. Дом, в котором в 1950-х годах жил геолог Урванцев Николай Николаевич, открывший Норильское месторождение полиметаллических руд, охраняется государством. Первый дом Норильска построен в 1921 году. Ну, уж не знаю, действительно ли именно этот дом или, возможно, он как-то изменился. Может быть, его как-то перестроили, что я, конечно, сомневаюсь, что прям вот именно этот дом, именно в этом доме жил урванцев. Может быть, просто его как-то отреставрировали, воссоздали. Ну, честно говоря, не знаю, что здесь осталось именно от того дома. Хотя, хотя, может быть... Ну, нет, все-таки я сомневаюсь, что прям вот в таком виде... Нет, конечно, видно, что крыша новая. Видно, что брус как-то какой-то уж очень свеженького вида. Я думаю, что все-таки не прямо уж в этом доме он жил. Так, ну и вот музыкальная школа. Так что, короче, классно провела время. Полчасика буквально посидела. Ну, в принципе, мне хватило. Хватило этого времени, чтобы отдохнуть после рабочего дня. Отвлечься от каких-то повседневных мыслей. В приятной обстановке. С приятной приглушенной музыкой. И вкусным кофе. И, кстати, птичье молоко тоже было очень вкусное. Свежее. Прямо во рту таяло. Здесь, конечно. Привет! Привет, музыкант! Иди. очень а а и и и и и еще и какую-то эмоцию нарисовал радость от музыки до сегодня у мирончика два предмета сольфеджио и слушание музыки ну выбежал довольный короче пока ему все нравится боюсь сглазить конечно но я неглазливая и надеюсь мы в таком же темпе будем продолжать будем продолжать молодец эту песню слушали пошли мир уж сюда потом у них еще ор будет будет петь ходить мой как уже темно прям стал веру встретила она куда ходит у нас девочка из садика лера ходит петь хоть мне некоторые зрители писали о том что зачем вы отдали мирончика это мука это для ребенка мучения ему в жизни это никак не пригодится а вот но вы знаете я отдала его в музыкалку не с тем намерением посвятил всю свою жизнь музыки зарабатывал там на этом деньги и чтобы это было его основной работой конечно же нет просто для развития просто чтобы ребенок ходила занимался чем-то увлекался развивался чтоб он выступал на концертах вот в общем в общем развитие и подождите иногда я договорю и возможно он и не закончит музыка сейчас ты скажешь возможно он и не закончит музыкальную школу ничего страшного я в этом не вижу вот возможно ему когда-то это надоест конечно же я не буду его насильно заставлять ходить я сейчас и ночью подожди секундочку я точно не такая мама которая вопреки желанием ребенка буду чему-то его заставлять конечно же нет поэтому пока ему нравится мы ходим и я буду стараться делать все для того чтобы у него это желание не пропало не исчезла и все делать для того чтобы он ходил музыкальную школу но вдруг если это ничего страшного найдем что-нибудь другое какое-нибудь занятие какая красота какой красивый прекрасный на риск и ленинский проспект в темное время суток ой какая же красота конечно реально красиво очень даже красиво особенно зимой х зимой норильск это я особенно ленинский проспект это очень атмосферное место это что-то что-то невозмутимая невозмутимая мирошка невозмутимой ты ты невозмутимый мирончик и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я стараюсь в понедельник наготовить еды на два дня Чтобы сегодня, во вторник, я у плиты не стояла Так как некогда Вот, поэтому сегодня я свободна От домашних дел Сейчас с Миронечком придем, покушаем и будем отдыхать Хотя нет, Мироша, нам сегодня отдыхать пока не предстоит Потому что тебе задали домашнее задание Азбука и окружающий мир Нам сегодня надо почитать А, кстати, Софья сегодня сходила в салон красоты К моему мастеру, к Наташе И сделала Аиртач Софья сменила имидж Но не совсем имидж, а скорее цвет волос Она у нас была слегка рыженькая А теперь слегка блондинистая Если она позволит, то я сниму ее преображение И покажу вам Заплатили 14 400 рублей за красоту Ну, друзья, на этом я с вами буду прощаться Если Софья позволит То я сделаю вставочку ее волос Всем спасибо за просмотр И увидимся в следующем выпуске До свидания Мироша, пока-пока Не хочу Не хочу Уроки не хочу Мироша, я боюсь, что скользко Все, я тебя обогнала Давай, стартуй Разминка Разминка А то мама засиделась И ты засиделся за партой И как раз за одну секунду до пижали Ну, точно Вот такая красота Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok